Сделаем тетраэдер, который имеет три сечения, когда мы рассекаем параллельно основанию, получается треугольник, точно такой же тетраэдер маленький. Немного ось смещаем с реза, получается равнобедренный треугольник. И третий раз рассекаем тетраэдер и четырехугольник получается. С помощью вот этих точек, расставленных по формуле пике, можно посчитать площадь основания этой фигуры, сечения. Делается этот тетраэдер с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани». Номер журнала 32, помогает нам развивать пространственное мышление. В этом номере представлены сразу три модели тетраэдера, которые имеют разные сечения. Уровень сложности старт. Рассказывается о сечении пирамид. У нас три пирамиды и каждая по нескольку сечений. Последняя пирамида три сечения. И интересная формула пика. Честь пик геолог Александр. 1859-й родился, 1842-й умер. И он придумал формулу, по которой можно высчитать площадь вот этой, допустим, фигуры, четырехугольник, и с помощью точек. Интересная формула, так как нам не надо пользоваться линейкой. И эта формула, к примеру, в Германии включена в школьную программу. Здесь у нас картон, пирамид, схема сборки. Получаются размеры какие, каждая пирамид, сколько по сечению предыдущих два журнала и два следующих журнала. Достаем картон. И извлекаем детали. И последняя деталька маленькая. Берем самую большую деталь. Все линии у нас сгиба здесь наружные. Картон хороший, толстый. Это немецкого качества, немецкий картон. И здесь тоже линии у нас наружные. И вот одна единственная линия, которая у нас внутренняя. Находим лепесток А. Он клеится первым. Одну линию не увидел, не загнул. Ничего страшного. Сейчас загнем. И здесь как раз у нас лепесток Б. Следующий приклеиваем. И приклеиваем к трем лепесткам. Верхнюю часть. Деталь наша одна готова. Откладываем ее пока в сторонку. Возьмем вот эту, которая побольше. Точно так же все загибаем. Смотрим на линии. Все наружные линии загиба. Это единственная линия у нас внутренняя. Так, находим лепесток А. Через него склеиваем. Следующий лепесток находим Б. Приклеим эту плоскость сюда. Есть. Деталь готова. Следующая. Загибаем следующую деталь. И внутренняя линия. Так, лепесток А склеиваем. Два лепестка Б приклеиваем. Третья деталь готова. Делаем последнюю деталь. Собираем. Вот наш лепесток А склеиваем. Последняя деталь готова. Собираем вместе. Теперь все четыре детали. Вот у нас основание. Так, затем эта деталь у нас сюда ложится. Приклеиваем третью деталь. Смотрим, чтобы рисунок совпадал. Вот у нас здесь еще идет изображение. И приклеиваем последнюю деталь. Верхушка. Смотрим по рисунку. Пирамида с сечениями готова. Если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. С вами был Жигурев Алексей. Пока. В следующем видео сделаем кубик бесконечности. Делается немножко сложновато. Эта модель кубика у нас соединена полосочками здесь внутри. Недостаток этих полосочек. Они надрываются. В зависимости от качества вашей бумаги. Если бумага попрочнее, крафт, например, или обычное офисное присоединение, то тогда надольше хватит. И в случае, если порвется, эту полосочку, в принципе, легко заменить.